И снова здравствуйте, мои дорогие зрители моего канала. Это 51-я часть видео прохождения игры Jagged Alliance 2 1.13 с картами из мода Wildfire, без загрузок. В прошлом видео мы немного изменили состав, починили все что могли, по-моему у меня уже все в идеальном состоянии, кроме брони. Они поторговали и дождались, что нас атакует отряд врага, уверен, там много элиты, поэтому сейчас нужно подготовиться и принять его в распространенные обядья. Значит, смотрим, где мои друзья-товарищи Рафи. Да, я думаю, Рафи уже хватит спать. Отправим его торговать. В следующий раз он точно уже пойдет в Альму. Так, дальше. Смотрим. Пора нам увольнять тоску. Дело в том, что если враги на нас нападут, и она будет с нами, то она телепортируется в джип, и даже если мы из джипа ее выгоним, джип будет считаться не пустым, и враги будут его атаковать. Нам это не нужно, поэтому, как ни жаль, но с таспой мы распрощаемся. Хотя в будущем я, скорее всего, ее найму назад. Посмотрим, поможет ли увольнение и последующий найм ее снова избавиться от бага с джипом. Если да, обязательно ее возьму назад. Все же такого хорошего сочетания черт нет ни у кого. Ну, по крайней мере, которые мне нужны. Особенно на фоне того, что я хочу все-таки собрать эту команду, в которой у каждого игрока будет перк-автоматчик или снайп. Ну, естественно, кроме тех, кто бесплатен. Они выиграют своей бесплатностью отсутствие даже боевых перков. Я имею в виду Дмитрий, Гамма, Сайра. Ну, Айра вообще обязательно с нами будет. Разведчик перк не у всякого наемника есть. Так, значит, тоску мы отправляем домой. До свидания. И передаем оружие кому-то другому. И вот тут я не знаю, как мне поступить. В идеале, конечно, самый лучший автомат должен быть у Боба. Но у него и этот неплох, благодаря насадке. 10, 26. 10, 30. Да, ладно, Боба трогать не будем. Дело в том, что только у Боба еще остался перк-автоматчик. Поэтому хотел я дать ему. Нет, не будем этого делать. А дадим мы Гэри тоже не стоит. Нет, все же передам все Гэри. Хотя он, конечно, плох в этом плане. Так, ну что поделаешь. Вариантов у нас немного. Так, на тебе нагрузку. Заменяем все бронники. На тебе этот автомат. У тебя, кстати, патроны под него. В разгрузке уже наследство остались от тоски. Так. Слезоточивый газ получается. У него заряд установлен. Ну ладно. Мне жалко, в принципе, тратить. Дорогие. Гранаты сорокового калибра взрывающиеся. Поэтому пусть будет так. Ну и, кстати, благодаря тому, что у него огромное количество сил. 90. Он спокойно все это носит, как вы видите. Так, ну-ка подожди. Давай избавимся пока что от всех этих. Три бомбасов. А, нет, 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 нет. Правильно, я избавляюсь, конечно. Но лучше ему дать эти кобуру к ПП. Она, оказывается, больше позволяет носить. Ну да, временно ты будешь с глоками. Хотя... Хотя, если придет кто-то, у кого нет пистолета, вполне возможно, мне придется глок отдать. Так, опять будет очень много времени занимать подготовительная операция. Так, да, вот так вот забираешь все гранаты. А фляжки у тоски не было? А в рюкзаке, наверное, да, 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 да. Сейчас заберем. Да, есть в рюкзаке фляжка. Возвращаем. И фляжку. Так, что это было? Мистер Мускул, не нужно. У тебя сила 90. Просто тебе этот шприц не нужен совершенно. Ну, с другой стороны... А, подождите, там обойма должна быть. Все правильно. Так. Хотя... Зачем тебе эти синие патроны? Не часто ты... Не часто ты ими пользуешься. Так, ну вот где-то так. Герри у нас вооружен и опасен, я надеюсь. Дальше. Теперь всех солдат нужно подготовить к битве. Выкинь, выкинь, выкинь. Все, готов. Кстати, я тебе зарядил батарейки. Да. Не та клавиша. Да, все правильно. Картеч. Тебе. Кстати, все я хочу... А, я вспомнил. Я хочу перевести всех на автоматическое оружие, но мне нужны солдаты, вооруженные дробовиками, чтобы заставлять терять ходы врагов. То есть, подавлять их. Дробовик намного лучше подавляет, чем автомат. Это точно. Очень много надо патронов в очереди автоматчику, чтобы подавить так же, как бы из дробовика. Ну, думаю, у пулемета немножко будет другой. Вариант подавления, но я пока не знаю, какой. Пулемета у меня нет. Ну, кстати, Айра тоже перейдет на дробовик. Кто тут еще? Дмитрий. Сдоба. Сдобой, кстати, достаточно жалко прощаться. Меткость 90, прокачала и проволность, ловкость. Опять же, я, скорее всего, ее найму. Она просто будет в другую команду, где ей будет не с кем конфликтовать. Так. А вот тут мне кое-что не нравится. Что у тебя с параметрами? 30. 61, 30, 30. А тут что? Чуть-чуть лучше. А зато здесь на вскидку, конечно, лучше. Сколько? Ого! 3,22. 10,26. Но с другой стороны, он все равно не успевает сделать две очереди. Поэтому я, наверное, все же переведу на более дальнобойный штурмовую винтовку. Гамаса. А, кстати, она еще и сошку может иметь. Да, по-любому она лучше. В лежачем положении очередями он будет стрелять намного лучше. А, да-да-да. Думаю, почему не устанавливается? Да, очень так неплохо. Адаптер 5,56. Коллиматор и лазерный целеуказатель. Кстати, я здесь подумал. У меня здесь есть... А, вот, кстати, у меня же есть еще... А, куница. Он совершенно не может попадать. Поэтому пусть ходит с дробовиком. Хотя бы будет подавлять. Плюс при разлете картечи больше шансов, что попадут даже косые наемники. Мы это помним. Так и что? Здесь нет сайги. Или чего-то такого полуавтоматического. Давайте посмотрим в автомобиле. Есть, я же помню. Да. Команда пока поносим. Все же достаточно интересное оружие благодаря быстрому вскидыванию. Так, и в таком случае куница. А, у тебя здесь... Нет, нет, не нужна мне тебе дальнобойность. Совершенно не нужна. Мне нужен утконос. Так, а у тебя какие обоймы? Другие, я понял. Другие обоймы, поэтому нужно перепаковать. 7 и 4,28. Должно хватить. Так. Кстати, у тебя очень неплохая броня. Ну да, ты первый пришел. Тебе достались лучшие виды оружия. И, кстати, вот для тебя есть пистолет. И патроны 9 и 19 бронебойные. Нет, не нужны тебе их столько. Вот так хватит выше крыши. В принципе, ты не боец, поэтому... Ничего страшного. Что-то я тебе еще хотел. Ладно, не помню. Не будем затягивать. Так, куница, гамос. Вот ты уже вооружен. Уздобы все... А, вспомнил, что я хотел. Хотел из пистолетов, если они где-то есть, вынять лазерные прицелы. Но у меня их и нет. Разве что у Айры. В смысле у Лиски. Да, у Лиски стоят, но все же это ее основное оружие вне дробовика, поэтому поставим. Все. Так, всех выделяем. Во второй отряд. Так, время немного прошло. Давайте я, как всегда, подстрахуюсь. И, и, и. Так, тоска убежала. Значит, джипы никто не будет обстреливать, как я понимаю. И нам нужно теперь идти, занимать позицию. Так, это будет интересно, конечно. Подождите. Посмотрите, тоска, которой нет. Интересный вариант. Очень интересно. Вот так. Так, подходи на край. Сейчас мы знаем, что нападение будет сбоку. У нас уже были эти нападения. Я приблизительно помню, где они будут. В основном они вот тут с угла появятся, а в основном будут вот здесь. И здесь очень удобно, как видите, дорога. И сейчас мы попытаемся провернуть одну хитрость. То есть, дорогу можно прострелять. Или простреливается очень хорошо дорога, поэтому мы попробуем использовать этот момент. Так, полный набор у нас солдат. А именно, я вот положу за камень одного снайпера и сдобу. Кстати, сдоба уже очень хороша после прокачки. И сдобу. Так, со всеми остальными я еще не уверен, но зато я уверен, с кем точно это с Бобом. Бобу придется идти. Где бы тебе так стать, чтобы большее возле тебя могло поместиться. Вот так. Ополченцев. Сейчас мы попытаемся всех ополченцев отогнать. Так, здесь. Дмитрий. Ну, короче, за все деревья я ложу. По человеку. Нет, нет, нет. Барри где-то в другое место. Наверное, вот сюда. А вот лиску я положу вот здесь. У нее много ходов. Она будет вставать, смотреть. Атаковать. Так, Дмитрий, есть гамос. Гамос, вот еще дерево для тебя. Куница. С тебя толку никакого. Ты, можно сказать, будешь стрелять вслепую. А где же тебя посадить в таком случае? Так, давайте я включу зрение. И тогда, может быть, увижу. Где здесь еще есть точка, дающая укрытие. Ну, вот есть дерево, конечно. А садись. Даже если тебя ранят, не жалко. Ты не основной боец. Гэрри. Даже не знаю. Может положить тебя за спиной у кого-то. Ты сможешь давать по две очереди. Давайте попробуем. Хотя будет обидно, если ранят. Так. Начинаем. А, за спиной не сможет. Я вспомнил. Нет. В таком случае сюда. Дело в том, что ноги будут впереди лежащего наемника Миша. Так. И наводимся. Хотя, конечно, все эти наводки не имеют значения, потому что как бы правильно сказать нам придется время пропустить и все равно все повстают. Ну, или наоборот, будут лежать и потеряют наведение прицела. Так. Айра, ты обязательно будешь с биноклем. Вот о чем я говорю. Вот видите, дорога идет полностью. Простреливается. Айра сейчас у нас будет наводить двух снайперов. А они будут по ее наводке стрелять. По крайней мере, так оно все задумывается. Будет ли это получится ли это в реальности? Не знаю. Да. Я вас внимательно слушаю. Не, ну получится. Со снайперами проблем нет. Хамус слушать. Так, кто-то еще стоит. Ага, куница. Куница точно будет смотреть в эту сторону. Так как здесь, под угол острова, он просто не будет видеть никого. Снайпера будут отстреливать раньше. Да. Я вас внимательно слушаю. Все, кажется, готово. Сделаю даже вот так. И, Боб. Сзывай всех. Все за мной. Это мы делаем для того, чтобы спасти от расстрела своих ополченцев. Потому что враги сильные. и... Так, один паразит застрял. Давай, давай, не сиди там. То есть, сначала мы отлечем на себя. Они начнут перестреливаться с нами. На нас они нацелятся. И так как бы окажутся во фланге. Так, а теперь давайте я проверю, все ли. Боб, понятно. Айра, понятно. Да, я вас внимательно слушаю. Кому слушаю. Так, вроде не тормозит, но почему-то этот эффект вот расслабления фпс. А, потому что я забыл его переключить вниз. А вверху на фоне... на фоне... как это сказать... изображения самого он слоится. А если вот фон черный, тогда с ним ничего не происходит. Ну, кстати, есть там какая-то клавиша переключения. Будет весело, если я нажму не ту. А я сохранюсь тогда на всякий случай. Так. Да, вот она. Сейчас мы его переместим. Вот так. Что дальше? Спать положил. От тоски избавился. Ну, все. Принимаем битву. И Боба... Да. И Боба созвал всех ополченцев здания. Так, ну давайте. Битва обещает быть жарко и интересно. Ой, как-то они... Как-то они не так все. Ну, хотя еще неизвестно. Это может первые так вылезли. А, да, вот. Есть. Основная масса, надеюсь, будет идти здесь. По этой стороне. Так. Барри может только вот так что-то видеть. Если я правильно понимаю. Лиска. О, Лиска, кстати, не встала. Умничка. Боб, ты держишь? Да, держишь. Молодец. Айра. Ложись и смотри, пожалуйста, вперед. И покажи мне, что ты видишь. Что-то не то. Наверное, не туда я навелся. Нет. Туда. Почему ты ничего нормального не видишь? Это не то. А, подождите. Может, сдоба должна лечь? Чтобы что-то изменилось. Не знаю. Айра. Нет. Не помогло. А, ну, выползай. Даже без укрытия побудешь. Так получше. Но тоже не очень. А если ты за этим деревом спрячешься? Да, что-то... А я не понимаю, что мешает? Вот появляется здесь такая зона невидимости. Очень странно. Ну, ладно. Некогда мне. Выяснять. Помогай. Да, пусть тебя не видят. Если это поможет, конечно, что вряд ли. Ты ложись. И... Ух, сколько там. Может, дать очередь в надежде, что кого-то зацеплю. Но там деревья и тому подобное. Или же лучше все-таки надеяться на... Ой, нет. Хорошо стреляет. Да, стреляет. Ой, молодец. Попал. Да. Я вас не могу. Так, сдоба ждет. Хамус слушать. И гамус удобно так, получается, занял позицию. Так, но он так не видит. В таком случае подождем. Куница. Ложись и смотри вот так. Ну и Гарри. Ну, я думаю, что Гарри не сможет показать ничего особенного. Дело в том, что... У него большие проблемы с ловкостью и проворностью, поэтому ходов у него будет мало. Ну и перк автоматчик у него тоже нет. Так, ты уже кого-то видишь. Давай, не теряй ход. Ух ты, ничего себе. Даже попал. Да, я вас внимательно слушаю. А ты? Так, ну ты не попала. Ну, в принципе, по кругу было видно, что... Все не так просто. Так, Боб, а ты отпускай. Солдат, говори им... Так, 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 так. Где тут атаковать? Все в атаку. Ну что ж. Всех положил вроде бы. Битва начинается. Все равно, конечно, поляжет очень много ополченцев, так как они новобранцы. Против элиты они вообще ничто. Но, но... Тут большой бонус, что есть здание. Вообще, в городе очень, как бы это сказать, не неважно, но сильно уравниваются силы элиты и новичков. Дело в том, что на ближних дистанциях не имеет значения. Даже наоборот, лучше, когда пистолеты в руках, так как у наших ополченцев. Плюс они могут выбежать из-за угла, спрятаться за угол. Ну, а если они выбежат в упор, и перед ними элитник, элитнику, конечно, броня у него помогает, но не поможет ничего. Он словит 2-3 выстрела, и уже он не может метко стрелять. А вот если по, так сказать, по чистому пространству пытаться зеленопузиком и им подбегать, то, конечно, все будет печально. Пока они добегут и всех расстреляют. А из пистолетов своих они точно много не настреляют. Так, ну мой снайпер будет издеваться над врагом, наказывать его. О, даже 85 вышло. Телета еще айронии стала наводить. Но, правда, она не поможет ничем. Она почему-то по своей позиции ничего не видит. Да, сдоба не столь крута. Но ничего. Так. А ты молодец. Ты даже попадаешь понемногу. Ну и стреляй. Молодец. Остальные сидят на перехвате. Вот где-то вот такая тактика у нас будет. Посмотрим, принесет ли она победу. Просто хочется, конечно, снайперов использовать. А, у тебя нет ограничителя. Я понял. Ты еще очередь такие большие можешь давать. Не понял. А как тебе очередь сократить? Никак? Это у тебя такая гадская винтовка, что она не умеет управлять. Точно. А у меня же был где-то ограничитель. Нужно было поставить. Да, нет никаких вариантов. Ну ладно, стреляй. Хотя жалко. Ох. Но с другой стороны хорошо стреляет он из нее. А, четырехкратный прицел. Точно. Но патронов жрет она не мере. Нужно посмотреть, можно ли поставить механизм отсечки. Все-таки по три патрона стрелять хватит. Так. Вот, она уже будет наводить сейчас. Ничего себе. Даже Барри есть возможность выстрелить кого-то. Из дробовика давай, пугай. Ох. Даже урон нанес. Так, начало очень хорошее. Как бы не сглазить. Просто супер все получается. Как видите, даже динамит не закладывал. Потому что как-то будет расточительно слишком его тратить. Так, мне не нравится, что элиты много пошло вот поверху. Ого. Очень много пошло элиты поверху. Это очень плохо. Все-таки основная сила это снайпера. О, попал. Да, 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 да. Что-то не так. Мне потом еще придется как-то переключать. Переводить, точнее снайперов на тот фланг. Хотя, все изменится, когда вступят в бой мои зеленобранцы, если можно так сказать. Потому что сразу же элита на них начнет переключаться. Они начнут из-за стен выбегать. Кстати, Бобом, почему я стою, нужно тоже бежать к дверям и Боба подключать к битве. Вот видите, благодаря тому, что недолго и нужно добираться к театру боевых действий, их как бы мы сохраняем. Плюс они будут атаковать общей толпой и друг друга прикрывать. А так, в первый же ход человек пять вот тех ополченцев, которые бы стояли у края экрана, уже были бы мертвы. Так, вот Айра уже, видите, значок зеленый наблюдателя, она уже в работе. Давай. Вот это урон. Это получается броня спасла, потому что в плечо это значит в туловище я попал. Ладно, в любом случае он потерял выносливость, поэтому ой, поэтому нужно еще второго элитника да, ранить, чтобы он не думал о сражении. Так, а Дмитрия тяжелый вопрос. Посмотрите, сколько врагов уже в его поле зрения. Ой, молодец. Хорошо, он работает. Так, из Доба стреляла. Гамос, кого ты видишь? Я не знаю, стоит ли Гамосом давать очередь. Наверное, не стоит. Подождем, чтобы кто-то попался, тем более у него очередь такая длинная. Сократить ее никак нельзя. Так, хотел куниться и подползти, но вспомнил, что он совершенно не боец. Так, а вот ты можешь выстрелить. Или тоже подождать перехвата. Нет, давай выстрелим, по крайней мере, напугаем. Кто стонет? Ты что, кому-нибудь попал в задницу? Нет, вроде. я имею в виду из своих. Так, Лизка ждет, как только кто-то будет набегать. Он, кстати, видит. Кстати, почему ждет? Дайте я гляну, что она видит. Да, действительно, видит она только по диагонали. Ну, ладно. Вариантов нет пока что. Так, Боб, тебя нужно подводить к линии фронта. Так, подождите, отключите все зрения. Давай, побежали. А то получается, что один ствол простаивает, тем более, очень неплохой. Нет, Айра, ты наблюдаешь. Ох, сколько же вас там. Кстати, очень удобно, что они с толпой стоят, а вот это уже хуже. Сейчас будет из-за угла выходить и сразу же стрелять. Так, а вот уже набегают и сверху. Так. Нет, кто там вроде с пистолетом, поэтому Гамос будет стрелять в эту толпу, может кого-то заденеть случайно. Длинной очередью. Ох, как хорошо он палит из этой автоматической винтовки. Так, а вот Куница может спокойно выстрелить. шансом попасть у него мизер. О, но зато залечь, заставить у него получается. Ему еще и оружие подбирает. Ну, кстати, это плохо. Это значит, что оружие кто-то выронил и оно было бы уже моим. А он подобрал и опять, если я его убью, шанс, что оно с ним выпадет, не столь велик. Так, вот это плохо. Они из-за угла получается будут убегать и сразу же готов к стрельбе. Можно, конечно, рискнуть Дмитрием кинуть гранату какую-нибудь и заточиваю, но я боюсь, что... А сейчас посмотрим. Боюсь, что, если я не сделаю им очередь, то враги подберутся ближе. Так, сейчас мои салабоны вступят в бой. Ну, как-то все не так, как я планировал. Я все же надеялся, что основная масса попрет по дороге. Наверное, если бы я не начал так сильно ранить всех сверху, то побежал вниз. А так, у меня впечатление, что на звук пошли они туда, где, я имею в виду, враги, где первые смерти получили элитные войска Дайдраны. Так, ну что ж, давайте думать, Дмитрий, вот, нет, не стоит, я не уверен, что, да, надо полностью вставать, перехват, еще какой-нибудь гадость. Так, тогда начнем со снайперов. Так, вот этот вот Лёг, он мне не нравится, он уже готов к стрельбе, если у него снайперская винтовка М-21. Вот, вот так лучше. Это очень опасно, поэтому лучше сразу же все точки на Лира ставить. Так, ты даже этого видишь? Ну попробуй. Ох, молодец. хорошо. Барри. Ну. Да, давай не умничай. Вот так. Может ты и не достанешь, но зато напугаешь. Кстати, Лиска, а ты видишь? Ой, хорошо. У Лиски есть шанс даже и достать. Так, 88. 92. Так, что у нас получается? 2, 2, 4. Нет. 80. Да, 12 точно хватит залечь снова. Ой, молодец. Все. С попадением у него будут проблемы. Боб, а ты должен бежать поближе к линии фронта. Так, Дмитрий. Конечно, мне очень хочется Дмитрия оставить, чтобы он устроил перехват тем, кто будет из-за угла выбегать. Поэтому, наверное, будет Гамас дальше стрелять самими длинными очередями. Мда. Благо, патронов у него много, а ты будешь дальше запугивать. Да, перестань. Ой, даже навестись не дал. Все, враг, видите, уже полностью перепуган. Гэри. Пробуй. Дмитрий оттого оставлю на перехват и все. Ох, А, ну да, я же дал Гэри супервинтовку с 7-кратным прицелом, с сошкой, с зверской дальнобойности, с удлинителем. Вот с этой винтовкой тоска с меткостью 92 снайперу почти ничем не уступала. К сожалению, уже нескоро я смогу да, оставлю на перехват. Нескоро я смогу тоской пострелять еще из этого оружия. Кстати, уже столько трупов я набил. А, ну да, только сверху внизу я только ранился. Не, по-моему, одного убил снайпера, да, вот лежит элит. А, не, все нормально, вот основные силы снизу подтягиваются на эту простреливаемую дорогу, так что, о, да, это будет весело. Главное вести их отстрел, потому что, о, вот и перехват. Кстати, перехват очень плохой. Если им пользоваться, то, а, нет, поворачиваться не надо, смотрите, тогда все нормально. Тогда все нормально. Ага, там еще один есть. Ну, сейчас, кстати, они доиграются, их снайпера увидят. Так, пора уже моим салабоном вступать в битву. Так, это какой-то регуляр, но он будет выбегать в упор. Ой-ой-ой-ой-ой, нет, постреливает. Так, мне уже нужно, конечно, чтобы ополчение вступило в бой и отвлекало на себя всех набегающих вражеских солдат. Ну, сейчас еще и Боб подключится. Очень жаль, что здесь нет крыши, чтобы Боб где-то мог вылезти. В смысле, крыша есть, плоской крыши нет, но двускатный он, конечно, не удержится. Надо подумать, кстати, куда ему бежать, Боба. Ну, вот это здание разве что. Кстати, я не гляну, сколько врагов пришло. А, ну да, двадцатник. Двадцатник. Две клеточки раскрашенные по диагонали красным и белым. Это десятка. Ой, так, гражданские долго ходят. Так, ты давай, давай, отстегивай всех этих по-настоящему крепких, элитных солдат. Кто здесь? Здоров, здоров. Так, все одинаково. В таком случае, нет, ты, наверное, дальнего, а более ближнего будет пытаться сдоба обработать. ай-яй-яй-яй-яй. Более ближнего пытаются сдоба. Ай, кто-то стоял на пути полета пули. что поделаешь? Так. Угу. Тяжелый вопрос. Ну вот по тебе стреляет солдат, его и нужно добивать. этот, который бегает, в принципе, из окна еще никого не увидел, поэтому будем надеяться, что он не опасен. Хотя, с другой стороны, нужно было сначала выстрелить Гэри. Вполне возможно, после этого уже... А, нет. Гэри, конечно. Так. Очень жаль, что ты не умеешь очереди ограничивать. Та ладно, чего жалеть. А, тебе уже повернуться надо. А в любом случае, тебе нужно повернуться, потому что самое опасное будет как раз этот выбегающий из-за угла. Так. Так. Лиска, кстати, может перезарядиться. Барри. Кстати, если Барри посмотрит сюда, он в окне не увидит никого. Увидит, если она побежит дальше. Так. Срочно нужны ополчанцы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Видит, милая. В этот раз мне повезло. Это плохо. От нее нужно избавиться как можно раньше. Ну, может, она сейчас отвлечется на ополчанцев, которые будут снизу перебегать дорогу. Да, обязательно нужна нам Райвен. Жена-то это дама, которая стилок, автоматчик. Потому что кто-то должен перехватить винтовку М-21. Кстати, сдобу я тоже потом найму еще раз. Я мог бы сейчас ее оставить, но боюсь, она слишком будет ссориться со всеми. А у меня нет другой, пока захвачено другого сектора, чтобы я ее перевел куда-то. стреляй, шансов у тебя мало. Но картечь такая штука, что не попал, но напугал. Так, и тык, вот видишь, все пытаются не набежать. Опять элитник. Ой, хорошо. А, это тот же самый с пистолетом. Надо сдерживать попытки сблизиться, потому что ой-ой-ой-ой, как они спокойно растекают здесь. Так, по кому стрельба? Неужто, неужто, несмотря на то, что я тоску прогнал, а джип все равно считается солдатами врага занятым. В таком случае трай уже неудачен, потому что они не расстреляют джипы и придется все переигрывать. Ай-яй-яй. Ну, есть шанс, что ополченец какой-нибудь то все. Нет, нет там ополченца. Там только джипы. Вот это да. А я подумывал на всякий случай взять джип и перегнать под другую сторону крана. Кстати, в таком случае тоску мы зря выгоняли. А, мы ее выгоняли, потому что она телепортировала джип, то есть она в битве не участвовала и могла застрять в нем. Но в любом случае получается, что теперь джип придется все время прятать. Да, здесь нет по кому стрелять. То есть это действительно джип заинтересовал. Ты не видишь этого урода? К сожалению, нет. Так, ну в таком случае были стрелять тех, кого видишь. Так, оставляю для сдобы. Она менее меткая. Я вас внимательнее слушаю. Пусть стреляет более ближайшей. хорошо. Хорошо. Барь, понятно. Димитрий, нехорошая ситуация. Дмитрий. Он единственный кто может пытаться стрелять по этой гадине. В таком случае нужно начинать стрелять с других наемников. Ай-яй-яй. Еще и залечь заставил. Так, и этот залечь заставил. Так, нет выборов. Стреляй всей своей очередью. Может попадешь. Да, есть. Хорошо. Вряд ли он уже будет опасен на этом ходу. Так, Дмитрий. Так, мы хотя бы пытаемся его заставить залечь. Если залежет, тогда можно Дмитрием стрелять. Да, хорошо. Иначе Дмитрий может пытаться вот Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как все плохо. Так, Барри, ты, наверное, будешь спасать Дмитрия. что так мы уже может пытаться стрелять попасть вряд ли попадешь но попытаться напугать можешь а я надеялся что в окно влетит пару дробинок своим свистом опугает скотина все три надо спасать отползать и в принципе может и не надо сейчас джип взорвут и придется играть сначала придется просто видео сделать двух частей загружусь джип перегоню и опять будут раз все точно так же ничего не буду менять вот урод там один из них это солдатик прицепился сильно отмирали ли кстати очень даже сильно так кстати зачем тогда бобом я бежу сюда бегу сюда надо бежать и писать джип это очень опасно потому что там может быть варварский солдат притаился только ждет чтобы кто-то бежал мимо его бисектрисы стрельбы но это самый лучший вариант потому что здесь я надолго застрял да бог побежит вниз но перебежать это открытое пространство точнее о вот так спрячешься за фонарик хорошо но 15 ходов тебе не помогут так кто здесь цел ты цел от а ты плохо хотят уже и пристроился стрелять кстати посмотрите как хорошо . сошлась и урон в огромный потому что этого солдата видит аэро и наводит наводит моего снайпера так ну конечно лучше стрелять убивать смысле элиту чем регуляра да так дмитрий вот о чем мы говорили ведь одно ранение одно подавление и все и а что же делать он может просто не выжить если пытаться отползать да и более будет отползать он еще и раздачу упадет вставать наверно не вариант очень дорого так ладно пока отложим этот вопрос хотя куда его отлаживать я могу конечно какую-нибудь гранату дыма выкинуть но в таком случае вот герри примеру но в таком случае все остальные попадать перестанут это жесть что что это дмитрий попался кстати мне кажется это трава да режет поле зрения то есть есть смысл пытаться отползать ага тебя еще больше увидели вот у тебя толпе не такая ну что тогда все силы сюда так залегли сожалению ни в кого не попал куница угай больше ты ни на что не годен так гамас перезаряжается и делает очередь молоко без прицеливания пытаясь запугать хотя бы так кто по моему может уже поработать близко может 58 89 минут на 80 можно остановиться я думаю до диска конечно из дробовика очень метко садит так у нас проблема вот с этой гадиной можно конечно попытаться подставиться то есть откатиться суда и сделать выстрел что дмитрий может не пережить еще одно попадание а подождите у баре есть гранаты баре гранатометчик какую гранату я могу запулить и куда давайте посмотрим что через окно умеет умеет кидать перед стеной граната уже останавливается так мы дымовой у него нет как на зло ну попробуем что со зрением о уже можем попытаться выстрелить рядом с ней нам надо чтобы она залегла так если буду стрелять так сказать вслепую а как навести ее вслепую но в любом случае он пытается стрелять и как будто по ней а она не испугалась столько мучений так может ополченцы и отвлекут нет не отвлекли но зато она не попала а нет кстати наверное наверное все таки испуг пошел потому что она смогла выстрелить только один раз они очереди исходы у нее тогда бог бежит со всех ног спасать джип так сейчас начнется здесь битва на ближних дистанциях зеленопузок с краснопузами но то о чем я говорил на близких дистанциях всегда есть шанс даже у немецкого слабого ополченца нанести урон вот то что нужно начнут отвлекать элитную девку то ой ой кто-то подбежал так плотную как-то я его упустил он получается бежал вне пределов экрана такое бывает я так понимаю из-за изометрии из экрана еще считается что здесь но уже все что выше колен я не вижу очень неприятный момент так давайте я гляну что с джипом может там у него последние сопли я зря время трачу нет по джипу никто не попадал пока что 12 противников еще живы так я уже почти никого не вижу все разбежались то очень плохо но если так вот положу тебя смотреть ту сторону ну ладно это не сейчас нужно эти эксперименты делать пока есть цели отвлекаться не стоит хорошо баре я могу тобой еще раз откатиться а не могу или могу интересно я бы считал что ты не можешь этого делать тебе помешает в таком случае так давай давай он не пугает это хуже так ну опять же начинаем стрелять нет 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 гамма сделает свою супер очередь по ногам отлично а я забыл там же чьи-то ноги бегали сверху я их не вижу а как я с ним должен сражаться каким образом и где эти ноги видел или мне показалось но сейчас я все узнаю если не показалось я на себе прочувствую так близко давай один выстрел еще сделаешь 58 ну до 70 можно вот так мне нужны патроны нужны еще нужно тебе залечь так куница а кстати я бы видел правильно кто-то там бегает да наверно я надеюсь туда герри 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 что тобой предпринять а я тебя оставлю на перехват а ты же в траве ничего не видишь совершенно но это дает шанс спастись вот кстати посмотрю кого ты видишь раз два три да видишь нет того я буду просто уползать так даже а нет если выше ползать не передам тогда не сможешь замечать врагов так кого ты видишь и гадина идеи ну да раз он видит то и она видит логично так боб как тебе добраться до джипа и не умереть при этом так все таки надо бежать где-то вот так так прекрасно все элита переключилась на салабонов гадина продолжает стрелять по джипу и все так что бак мы не вылечили и таком случае если тоску назад взять тоже ничего не изменится правда можно схитрить ездить еще хаммер найти и только хаммером ездить гарри тебе дают шанс молодец вообще но оружие у него конечно от паски наследство досталось очень крутое да действительно вот враг ходит прямо вплотную там а я его даже не вижу как мне его убить каким образом вы видели да прямо над дмитрием здесь враг сейчас нас очередь и все у меня потери гранатой можно конечно кидаться а может то не враг может гражданский был я не обратил внимание мне откуда-то гражданский только враг потому что он отступает бывает такой пытается уйти за экран даже не знаю но придется кидать гранату так слепую я не очень помню конечно где на там должен упасть вот вижу его прекрасно то что получается ему пришлось вылезти ага наводись не наводись ничем не не поможет я понял а давай не знаю как его там раню за пределами экрана я ничего не вижу так а герри не видит его герри его не видит подождите подождите да дал граната я герри он у нас по моему добавок подрывник да да таком случае очень тебя прошу дмитрий вроде бы не задену это мини граната так а чего я добился я его выкинул за пределы экрана теперь ничего не вижу от ядрит вы 20 понятно все с тобой честь имею так о выбежал элитный воин под наводку айры поэтому очень метко постреляет и урон хорош прекрасно так ты бедный уже за запыхался бегать уже ходы у тебя падают но зато ты уже близок к цели хорошо так у нас тут гамос может попытаться сделать перехват да придется рискнуть нет выбора вот так очень не нравится этот солдат который бегает вне ох элита и издевается моими зеленопузиками продолжает постреливать по джипу о молодец попал я бы выносливо сбил тем более у нее есть ранение не будет уже столь метки надеюсь так ну тут конечно все и не знаю как можно с пистолета промазать с такого расстояния пистолеты очень хорошо стреляют на близкие постоянные то есть реально у зеленопузиков получается наверно меткость 50 если не меньше боже да почему ногами ножа нет то даже тот же самый пистолет в упор он точно попадает а хотя тоже нормально посмотрите три удара ногой и враг уже лежит без сил так что же не делать с тем гадом который за границами экрана надо было все-таки гранат ему за спину кидать да опять я не вижу никого не ушел случайно за экран нет 19 как было так есть не стало 20 дмитрий нет 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 тебя надо спасать любыми возможными способами так вот такой способ самый лучший из по увидел прекрасно раз увидел значит попытается тебя спасти гамос умер или нет да раз дмитрий же видит кого-то другого умер ой молодец спаси фух так разобрались с этим моментом очень хорошо себя показывает то винтовка у штурмовая винтовка у гамоса даже жалко и ограничитель ставить может даже не можем можно не ставить кстати получается если поставил ограничитель ты уже не можешь переключиться в режим другим количеством стрельбы то есть другим количеством патронов стрелять так ты бежишь 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 как рискуй надеюсь никто тебя там сверху не выцепит так мои снайпера не удел посмотрите им некого бить барри а что барри как она четко знает где и бегать ладно да 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 в нее попали одно второе третье и она уже гэри подставил под гэри подставился враг я имею ввиду попали в элитную эту девушку вражескую боевражеского бойца ух молодец ставил и уже она не имеет только ходов сколько нужно для нормальной стрельбы кстати посмотрите как в горе проседают ходы из-за того что у нее там под 60 ловкость и зато я сберег ополченцев реально сберег не только интересно если у меня один ополчениц умер примеру я тренирую бобом он может тренировать их 10 у меня получится один зеленый 9 синих или всего лишь один зеленый то есть он тренирует нового и на оставшиеся очки тренировки улучшит которые уже были или это все закончится то есть получится если все закончится что мы за 750 монет сделаем одного зеленого тяга глубокий порез то дмитрий да ешьте порез я в курсе присаживайся так и бери аптечку ухо к тебе локу просели лечись так и надеюсь что готов мирно на всякий случай полежу вот так хорошо 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 прекрасно боб надо будет отдохнуть пару ходов конечно давай на угол и отдыхай перед вторым рывком так лиска ты никого не видишь и не факт что тебе нужно рисковать набегать да давайте посмотрим что тут будет твориться о попали в джип не тоже не нравится молодец давай давай добейте уже эту гадину есть ну кстати 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 сейчас бог позовет за собой ополченцев заодно они пересекут пол города может кого-то найдут ну и джип будут защищать а подождите кажется он стоит возле здания на котором плоская крыша можно у него залезть из крыши уже поработать так бог где ты да действительно вот так и и и и и давай искнем надеюсь тебя никто не видит так все за мной моты щели сможешь да хорошо что там с полистом врагов четверо нормально еще так ну будем пытаться лиской выбегать где ты так так отлично так снайпера лежат барри тоже вперед в окно не надо так за углом спрячешься может там здание еще кто то есть так ага закончились ходы куницы точно никуда не бегу а эти двое пока посидят выяснят или умер тот гаденыш или нет так а вы слушаетесь губа или нет побежите вниз к нему нет как-то они непонятно что делают то есть на них надеяться нельзя на ополченцев боб должен сам разобраться с этим стреляющим гадом так то вот так он стреляет хорошо барри прячься за дверью но побегай поближе есть лиска даже мины с собой носят солдаты вражеской посмотреть так а что же мне делать нет выхода честь имею придется сбежать моим тоже останется на хозяйстве сдоба так хватит стрелять по моему джипу да что-то ополченцы глючит еще четыре вражеских бойца они ничего не предпринимают так лиска заходит за угол включаем ходьбу какой-то св-98 я так понимаю это снайперская винтовка какая-то новая так нельзя тобой ходить много нужно оставлять тебе на стрельбу если выбежит кто-то на тебя чтоб ты могла отбиться так барри проверяешь ох как тебе приходится отбежать понятно боб что ты здесь видишь ничего вставай о вот и гады отлично сейчас все прибегут сюда я только дам командочку так 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 все в атаку я вам показал где не ну придется мне лечь конечно вы едите атакуете так день кстати вот да если лечь вот здесь и не начнут убегать то я их смогу расстрелить кстати нет смысла мне уже здесь лежать всеми этими солдатами пусть авиа тоже бежит подсветит снаперов переведу поближе здесь такая толпень уже ополченцев что они сами отобьются так я вам показал где враги я вам приказал атаковать что 0 на массу да уж помощники кстати можно было бы включить автобитву уже поздно я своими солдатами выдвинулся вперед поэтому большой шанс что в автобитве мои солдаты сей и вяжутся в битвы и хранят или даже убьют и бог бедный так одиноко там подождите я могу из крыши устроить веселье только как бы до нее добежать чтобы они меня не убили получается она все-таки как богом забегать с этой стороны хорошо я вас внимательно слушать сдоба ладно сдоба потом давай диска проверить точно что здесь нету не осталось врагов так а здесь аккуратно подойди а боб твой боб баре все видеть за углом что опасности нет правильно да так в таком случае лиска может уже выбежать хорошо я так понял врагов нужно видеть постоянно чтобы ополченцы что-то делали или же не полностью заключены айра должна где-то тут с бинокля смотреть да я вас внимательно слушать здоба будет сделано так дмитрий залечился в таком случае смотри сюда так эти все отдыхают боб что же мне тобой предпринять хотя по по джипу уже не стреляют а вот этот гад который так нужно что-то предпринять 73 на 50 ты можешь попытаться выстрелить отлично все отцепить от моего джипа так ну теперь очень страшно так как боб у меня здесь один так врагов сколько двое вот эти двое и есть они могут полезть к нему на крышу надо было ложиться здесь вот так вот и смотреть на прострел снайпером своим то есть надо было сначала вам встать увидеть ситуацию после этого занимать позицию моим снайпером теперь же ему придется долго и нужно бежать что вы поняли где враги наконец-то а я понял кажется врагов они могут и не знать но я сделал выстрел и не побежали на выстрел это сайлан узнать как там алгоритм работает потому что конечно и приказы давал и врагов увидел но ополченцы не побежали к врагам ух сейчас я найду он оружие надеюсь крутое нужно уже какую-то винтовку которая пусть даже не такая дальнобойная но поменьше поменьше ходов требует на выстрел потому что видите м21 даже мой супер боец супер снайпер не может использовать идеально нужно еще помощь наводчика чтобы кружок вставал близким зеленому так ладно раз я уже задумал так все делать пусть таки будет лично на крышу пока не буду вылазить так айра и посмотри пожалуйста вот прекрасно врага ты видишь так бобом нельзя вставать может получить подарок голову вот так можно сделать так раз мы все пробу видели значит баре может спокойно бежать вот сюда почему не хочешь понятно близко а я хочу тебе кладу ключи на следующий раз так но я думаю с дубу прикроет поэтому пусть бежит я присяду не хотелось бы слиться под конец ах ты ж гадина джипом заинтересовался все надо вставать бобом давать очередь и более ход потратил перехвата не будет но сейчас ополченцы его увидят и все будет уже чики-пики кстати нужно запомнить этот способ подзывать ополченцев стрелять я могу бобом еще ходу 5 назад сделать выстрел и они уже были на месте а джип так и останется обогнутым мест вариант перестать им пользоваться на линии фронта то есть пересесть на какой-нибудь хаммер а джип а подождите я же в скором времени ну как скоро еще видео 20 придется записать перейду на вертолет если деньгами будет нормально и правило расчищен то так 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 честь имеешь тоже снайпер должен жить на крыше видишь отсюда нет в таком случае давай вот так видишь все значит 12 кстати пусть видит если не дай бог я не рассчитал все правильно больше шансов что перехват будет у меня кстати а бог его даже не видит ладно так 76 до 60 не 67 уже много вот так отлично до перка автоматчик сильно помогает хорошо так это тоже ложись на следующий ход сможешь убить этого гада барри тоже сможет на следующий ход подарок ему сделать лиска не успеет она ничего сделать а еще и бегает как она странно да ладно здоба тоже ничего не успеет сделать к сожалению так а мне кажется по фургону стреляют они по джипу кстати пытался чинить джип вне видео но я вам скажу это или невозможно или нужно инженера иметь или что но прочее за то время починил все что можно предметы а джип я даже не заметил что полоска выросла то есть так часов десять я чинил и не видел я вырастания полоски так наверно тебя добьет мой снайпер я так понимаю если конечно он состоячего положения сумеет это сделать так где мой красавчик потом вставай а почему ты ничего не видишь ты же видел а теперь не видишь а ты наверно тоже видел не да действительно увидел тоже этого дальнего вот ты увидел но уже стрелять опять же не можешь боб и ты не видишь сколько же можно и тоже стрелять ты уже не можешь так а вот барри по моему сможет стрелять любом случае но правда 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 63 она у тебя очень хороший автомат очень хороший автомат у тебя есть только одна проблема если ты высадишь больше чем нужно да она я могу одиночным 35 а тебе чтобы отойти надо 8 63 55 можно сделать все те много отлично вот так так а с добы уже не успеет здесь вот к толпе не подбегает ну что что уперто стреляешь по моим автомобилям вандал он к толпеньке в гости бежит иди сражайся с ней да вы видите сколько я за время игры уже нашел этих багов причем эти баги с собой так и нашел рюкзаки забажили так пришлось отказаться от вещей от рюкзаков тоска забажила пришлось ее уволить так остался от нее бар что джип теперь для врага не пустой так под конец игры я буду играть как хочу выполнять программу из 20 пунктов как не попасть в баг так хочу чтобы мой красавец добил поставлю жирную точку в этой игре если у кого есть конечно получится а молодец так баре посмотри-ка если тут что-то а вот светится значит все засветили так ну что ж до сохранение на всякий случай так а теперь выйдем еще сделаем сохранение всего лишь один стал ополченцем ну да не принципе в бою почти не участвовали только бегали кругами так ну давайте посмотрим что нам досталось где это св вот св 96 оптический десятикратный прицел а боже 20 35 на выстрел что за ужас это еще более жестко винтовка чем м-21 9 а не 1933 это получается сколько но круглый 20 30 53 52 на выстрел у нее а здесь 55 да еще жестче чем м-21 а чем же ты лучше точность 88 84 дистанция 80 дистанция 75 то почти ничем не лучше а урон 41 да ничего особо крутого мины принесли и немножко бронников а подойдите куда-то мпл появился ну не вижу ничего хорошего по параметрам это я увидел наконец то ни о чем да ничего такого все но на этом мы будем заканчивать битва была достаточно интересная главное что сколько здесь было опасных моментов боец который за экраном ходит джип который обстреливают дмитрия ранили но мы справились традиционно прошу ставьте лайки во мне тяжело мне приятно поддерживайте во мне желание играть потому что у меня еще игра fallout висит недоигранная тоже там есть просят доиграть но правда меньше там зрители поэтому конечно джага пока в первую очередь ну и конечно комментируйте подсказывайте объясняйте советуйте а я с вами прощаюсь и как всегда желаю вам всего наилучшего пока